К коммунальной теме. За месяц в прокуратуру поступило 57 обращений курян, чьи дома перешли из ведения управляющей компанией города Курска к другим обслуживающим организациям. Основанием для перехода стали протоколы общих собраний, которые, как установила прокуратура, оказались поддельными. Что в подобных случаях делать самим жильцам и какой компании платить в итоге, узнала Лариса Мироненко. Собрания не созывали, протокол не подписывали. Так утверждают жильцы домов по улице Мовечки, на Чехово-Чумаковское, Павлоновского, Центральном округе. Дубровинского, Станционное и Маяковского в Железнодорожном. Больше всего обращений 40 по Симскому округу, улицы Менделеева, Кулакова, Парковая, Заводская, Народная и другие. Всего из ведения управляющей компанией города Курска к другим компаниям перешел 191 дом. Жители третьей из них обратились в прокуратуру. Управляющей компанией жилищное хозяйство перешло 45 домов. ООО «Комцентр» перешло 62 дома. Курская городская управляющая компания номер 1 у нас 32 дома. Городская управляющая компания номер 2 – 42 дома. И 10 домов ООО «Северо-Запад». По факту фальсификации протоколов собраний возбуждено 9 уголовных дел, 6 прокуратуры и 3 органами внутренних дел. Городские власти принимают меры. Постановление администрации Курска утвердило порядок передачи полномочий при смене управляющих организаций. Во всех округах созданы контролирующие комиссии. Это и представители комитета ШКХ, представители силовых структур, это представители управляющих компаний. И вот такая комиссия, так сказать, на основе протокола обращения и будет принимать решение о приеме или передаче дома к одной управляющей компании другую. Вопрос решается и на областном, и на федеральном уровне. В нашем регионе появится уполномоченный орган, который будет проверять законность договоров управления многоквартирным домом. Это значит, что отныне жители не должны будут в суде доказывать свою правоту и говорить о том, что произошел рейдерский захват и предоставлять суду документы. Для этого государством будет уполномочен соответствующий орган. Порядок проведения проверок сейчас разрабатывается Российской Федерацией и в ближайшее время он будет установлен. Но пока кому платить за коммунальные услуги? Одной или обеим компаниями домевают жильцы, получив две квитанции. Платить нужно по одной квитанции. По той, которая будет принята управляющая компания на общем собрании жильцов. Никаких других квитанций быть не должно. У жильцов есть выход самим решить на общем собрании, кому передать управление домом. Или, как вариант, заключить договоры напрямую с поставщиками электричества, воды и других ресурсов. В этом случае новый протокол собрания отменяет действия предыдущего. Лариса Моренко, Владислав Ковтюк, Антон Латышев, Телеканал СИМ.